мальчишки и девчонки а также их родители рад приветствовать вас на моем канале сегодня мы вам покажем краткий обзор навигационного мостика танкера химовоза продуктовоза который перевозит 35 тысяч тонн дизельного топлива последний месяц мы перевозили поэтому я сделал акцент на дизельное топливо танкер химовоз продуктовоз 3 класса длина судна 182 метра наибольшая ширина 27 или 28 метров я прикреплю фотографию с партикуляром и вы это уже все кому что интересно остальные параметры сможете там увидеть сейчас мы вам а точнее оператор андрей как покажет продемонстрирует какое навигационное оборудование находится на данном навигационном мостике и снова здравствуйте подписчики по его не моего канала как говорится прошу мы переместились сейчас на навигационный мостик и сейчас мы вам расскажем немножко о его электронном оборудовании и навигационном оборудовании начнем слева направо вашему представлению электронная навигационная информационная система и вниз пара в простонародье обычная электронная карта то есть когда-то это была бумажная карта сейчас это уже монитор и электронная карта раньше карты были растровые сканированные просто бумажные отсканированные и перенесены отцифрованы А сейчас это уже электронные навигационные системы, векторные карты. То есть вы сейчас бумажные не используете? Бумажные используем только в случае аварийной ситуации. Если у нас выйдет из строя их вниз. Радар предназначен для расхождения судами, захвата целей. Ясно. Авторулевая колонка. Здесь все очень просто. Штурвал. За данным штурвалом в узкостях и в проливах и в подходах в корт стоит рулевой матрос. Следует курсам, которые дает либо офицер, либо лоцман, либо уже капитан. Это у нас репитер гирокомпаса. Указывает направление и курсы. То есть на переходах у вас работает автопилот? Да, все верно. В нулевое положение вставляем руль и переключаем данным переключателем в положение авто. И подтверждаем уже нажатием на кнопку Enter за данным курсом. Ясно. Морская станция ВИЧФ. Для связи судно-судно, либо судно-берег. То есть 16-й канал. 16-й канал это предназначен для дистресс. Дистресс это у нас бедствие. То есть так же передается на нем сообщение по бедствию. Панель IG инертного газа. Я, кстати, делал видео про систему инертного газа. Кому интересно, заходите, смотрите. Кнопка для подачи сигнала бедствия. То есть поднимаем крышечку, нажимаем и в течение 4 секунд надо держать ее. То есть держим в течение 4 секунд и она срабатывает и передает в ближайшие морские центры по бедствию, поиска и спасания. Что у нас случилась беда и нам надо срочно помогать. Панель управления подруливающим устройством. Подруливающее устройство у нас находится на баке. Его мощность 900 кВт. Неэффективен при скорости более 4 узлов на переднем ходу. Это примерно 7,5 в районе 8 км в час. Телеграф основное предназначение для того, чтобы как педаль газа на машине. То есть у него есть 4 положения вперед и 4 положения назад. То есть мы выбираем в каком положении мы хотим двигаться. Либо вперед, либо назад. Соответственно переводим селектор управления в нужное нам положение. Вот я делал видео про подготовку главного двигателя. Когда мы подготовили его, мы передаем управление на навигационный мостик. Есть 3 положения. Bridge, Control Room, машинное отделение и аварийный пост управления. Мы отдали управление на мостик. И уже судоводители используют главный двигатель по назначению. Просто переключая рукояткой и все. Также у нас есть 3 поста управления. Мостик, машина и левый и правый борт. Это вот консоли, вы можете увидеть. Мы открыли, да. Мы позже подойдем, покажем. Дальше у нас система внутренней связи. Каждого человека мы можем вызвать. В соответствии с телефонной книгой местной. Также магнитный аварийный телефон. Также выбираем все посты управления здесь. Ни один пост управления в случае отключения питания основного не останется без связи. То есть мы всегда будем иметь связь даже аварийную. Панель управления у нас пожарными насосами. У нас два основных пожарных насоса и один аварийный. Про авторулевую колонку. Два насоса есть. Два насоса авторулевых. Один из них будет перекладывать руль в течение 24 секунд с борта на борт. Если два насоса будет использоваться, то есть в два раза больше и в два раза быстрее, это в районе 13-12 секунд, у нас будет перекладка руля осуществляется с борта на борт. То есть, как на машине, вы перекрутите руль с одного, с лево-направо полностью, от упора до упора. Здесь находится панель сигнализации. Если по рулевой машине выходит какой-либо аларм, оверлоут, например, перегрузки, низкий уровень масла, либо еще что-то, выходит сюда звуковая и световая сигнализация. И механики уже будут устранять. Здесь у нас что? Здесь у нас репитер машина. То есть машинный компьютер, можно так сказать. Можем следить за всеми параметрами. Сейчас у нас работает один дизель-генератор. Третий работает, первый, второй в стендбайе стоит. Также можем главный двигатель посмотреть. За его параметрами. Здесь все сейчас остановлено, двигатель греется. Турбор-чарджер на остановленном показывает 122 рпм. То есть крутится. Правильно, крутится из-за того, что работают машинные вентиляторы. Так как у нас мостик и вообще судно это повышенная опасность, и мы не можем обратиться так быстро к одному из сервис-инженеров, или как дома все это быстро отремонтировать, здесь все оборудование дублируется. Также продублирован радар и электронная навигационная карта. Естественно, вот эта коробочка сделана для удобства. Тоже очень важный, как говорится, помощник. Сюда вложишь планшет и записываешь какую-то информацию, которая очень важна. Очень важная коробочка. Хитр. Да, судно ледового класса. Судно может ходить по льдам. На мосту установлен дополнительный хитр. Просто обогреватель. Обычный обогреватель. Электрический. Так, что у нас здесь? Это что за датчик? Датчик движения. Он следит за тем, чтобы в заданный период вахтенный помощник проходил мимо него. Соответственно, либо нажимая на кнопки, которые есть слева и справа борта, вынесены наружу и находятся по центру навигационного мостика, дабы подтвердить то, что навигационный помощник не спит, с ним все в порядке, ничего с ним не случилось. То есть данные кнопки для этого и предназначены. То есть система сигнализации вдруг, если человек умер, или ему стало плохо. Ну, в машинном отделении у нас также есть Deadman Alarm. Он активируется, через каждые 15 минут выходит сигнализация, если не нажимаешь на такие же кнопки. Обычные дворники, как на машине установлены. С этой трубы подается вода с распылителем и дворниками очищается. Здесь у нас находится, не знаю, как его правильно назвать, ну, это электропривод и это колесико, не знаю, центробежный. Сейчас его, Андрюха, запустим, не знаю, видно, крутится, нет. Центробежный, скажем так, стеклоочиститель. Да, стекло... Центробежный дворник, стеклоочиститель. Кто знает правильно его название, напишите. То есть капельки воды начинают разлетаться в стороны под действием центробежной силы и вы постоянно видите в любую штормовую погоду или непогоду, что происходит впереди. То есть если дворники основные не справляются, то можно прибегать к данному устройству. Видно, что крутится. Так, что здесь у нас? Тоже репитер гирокомпаса. Также можно с него брать пеленга на какие-либо объекты, на маяки, на другие суда. То есть здесь положение матроса-наблюдателя, который ведет непрерывное наблюдение, используя бинокль. И данное пеленгаторное устройство, он может нам сообщать, то есть развивается ли ситуация столкновения. То есть если ситуация столкновения неизбежна, то есть он постоянно докладывает. Дистанция сокращается, пеленг не меняется на судно. Так, здесь у нас? Здесь у нас анимометр, он показывает нам скорость и направление ветра. Тахометр главного двигателя, то есть обороты показывает, как на машине. скорость перекладки руля, судовые часы, по которым живет весь экипаж, кренометр. Мы можем видеть здесь крен. И вот эти вот, как говорится, палочки, которые будут фиксировать максимальное значение крена. То есть они будут его фиксировать. Сейчас у нас нет ни крена, ни дифферента, все в порядке. Здесь у нас лак, который показывает скорость относительно воды. Эхолот, который меряет глубину под килем, в данный момент ничего не показывает, так как глубина более двух километров. А его максимальное значение это 800. Он больше не берет. и угол перекладки руля в градусах левого и правого корта. Так же, как и колеса на вашей машине. Вы можете повернуть руль, но тут оно показывается все в градусах, измеряется в градусах. Так, это что такое? Это шахта магнитного компаса. Здесь вы можете увидеть через систему зеркал, как телескоп. Как телескоп. Вы можете увидеть курс судна по магнитному компасу. Ясно. Так, идем дальше. Продолжаем. Сатуратор. Фонтанчик, водичку, диванчик. Диванчик. Флаги. Флаги. Все пронумерованные, промаркированные в соответствии с международным сводом сигналов. И инструкции, мануалы. Уйдите. Вон она. Буквенное обозначение каждого сигнала и цифры. Электриковые клипы. Рум. Ладно, не вводим. Так, это что у нас? Панель управления навигационными огнями. У нас несется топовый, бортовые огни, кормовой топовый и кормовой огонь. Если огонь перегорает, сигнализация выходит? Да, конечно. Вы можете это увидеть. Продемонстрируем с правого борта. Выкручиваем предохранитель. То есть, если лампочка перегорела, либо предохранитель срабатывает авар. Это означает, что огонь перегорел. Но они у нас дублированные, как все оборудование на мостике. То есть, мы можем включить нижний огонь, второй и продолжить движение. Пока электромеханик не заменит вам. Да, все верно. Обратно вкручиваем фьюз. Проверка. Работает. Здесь также у нас предоставлена панель управления огнями. То есть, если мы не управляемся, если мы стеснены своей осадкой, мы можем выставить на кормовой мачте все несущие огни. Здесь у нас иллюминация на палубе, управление. По вот этой вот схеме вы можете понять и увидеть, где каждая цифра, за какое местоположение для освещения отвечает. Здесь у нас фоксимильный аппарат предназначен для получения карт синаптической погоды. Вот в таком формате они распечатываются. карты погоды. Здесь вы можете увидеть, как развивается барическая тенденция, циклоны, где вот, допустим, нету циклона, где у нас холодный фронт, где у нас теплый фронт, как оно... Эти сводки каждый день получаете? Да, каждый день мы можем эти получать сводки, в зависимости от расписания по передаче, по приему и передаче их. Ну, вот такие вот, вот допустим, тропический циклон. Очень все ясно, красиво. Это у нас нафтекс, на нафтекс приходят у нас предупреждения навигационные, а также метеорологические. Это? Это у нас судовой хронометр, обычные часы, как с кукушкой, только без кукушки. Курс рекордер, самописец его, он фиксирует, каким курсом мы следовали непрерывно, то есть, как маленький черный ящик. Это у нас АИС, АИС предназначен для того, чтобы идентифицировать пароходы, грубо говоря, как паспорт ваш. Мы можем посмотреть ваше имя, фамилию и так далее, и тому подобное. И также у каждого парохода, его позывной и все его размерения. Даже узнать план перехода маленький. Это у нас ЛАК. ЛАК у нас считывает скорость. Сейчас он выставлен относительно воды. Можно поменять режимы. Ботом трек. Ботом трек он сейчас не считывает, потому что глубина 2 километра. Ватер трек и GPS. Скорость относительно воды и по GPS. По GPS относительно воды и относительно грунта. Это как одометр. Мерят дистанцию, которая пройдена относительно воды либо относительно грунта. Это в чем? В морских милях. Нотикал милы. Морские мили. То есть Trip это наш переход. Это вы как-то сбрасываете? Да, его можно сбросить, то есть зажав вот эти две кнопочки Unit и Trip и он обнулится. То есть в начале каждого рейса мы его обнуляем и данные записываем ежихи. Каждую 4 часа вахтенный помощник вносит журнал. GPS принтер он у нас фиксирует каждый час либо заданные интервалы каждую минуту он может фиксировать 3, 5, 10, 20, 30 и 60. Здесь можно выбрать его позицию. GPS как вы можете видеть позицию судна мы определяем по GPS. Эхолот его основное назначение для показания глубины под килем и также судовые часы по которым живет весь экипаж и одни судовые одни по лондону да? По гринвичу да. Гринвичское время показывает и судовое время. То есть его разницу мы всегда фиксируем. здесь ящик пожарного здесь у нас находится оборудование и экипировка пожарного то есть дыхательный аппарат и его костюм с каской с рацией все довольно таки просто и красиво все оборудование инструкция как надевать все здесь находится все написано это у нас панель управления пожарной сигнализацией все пожарные извещатели которые у нас находятся на проходе это как дымовые так и которые реагируют на дымовой световой и тепловой выйдет сюда сработает к примеру в машинном воркшопе в токарке сработает сигнализация здесь это все будет видно вахтенный помощник сразу же узнает если вдруг какая-то зона подвержена огню икона святого николая покровитель путешественников обязательно присутствует на каждом из пароходов так как кто будет если не он нести навигационную вахту если мы спим это извещатель системы водотушения water water system которая оборудована машинное отделение здесь вы можете увидеть зоны где она может активно над главным двигателем над дизель генераторами в пулификационной это у нас отдельно сепараторная я делал видео про пожарную систему кому интересно я там более детально наверное объясню опять меня Юра перебил проклят не будешь вырезать это и ваши подписчики узнают что он постоянно перебивает меня то что воды много льешь это у нас ПВКВ станция предназначена она также для передачи бедствия здесь также оборудована системой кнопки без стресс то есть нажимая на нее в течение определенного времени там 4 секунд срабатывает бедствие и любая из наземных станций может передать это у нас НМАРСАТ спутниковая система связи в данный момент она не работает как мессенджер сейчас мы используем обычный email и вторая ПВКВ станция тоже которая используется для приема и передачи сигналов паблик туалет паблик туалет то есть публичный туалет простор простор пописать не желай простор ненький туалет либо как говорят все мои умные комментаторы гальюн здесь у нас обычный компьютер здесь у нас телефон для связи с офисом обычный телефон для связи с общественностью и также компьютер через который мы осуществляем связь с офисом и с внешним миром кафетерий приличном объеме кофемашина прекрасная рожкового типа делает капучино прекрасной юрий не оценивает лампа аудиса предназначена для того чтобы передавать сигналы световые на любое другое судно также можем на берег передавать эти сигналы по азбуке морзе а сейчас я вам покажу один сигнал а вы в комментариях попробуйте угадать что же это был за сигнал пишите комментарии я думаю нетрудно догадаться посмотрим проверим наших подписчиков а сейчас мы выйдем на левый борт и покажем как же работают в ночной пульт слева погода резко изменилась рассказываю здесь у нас панель управления судном в случае того когда мы заходим в порт либо в шлюз можно вынести управление на крыло с левого борта так как вы можете контролировать судно с его борта то есть отсюда мы уже видим борт управление главным двигателем здесь вы можете увидеть давление воздуха для запуска главного двигателя его также обороты положение вперед либо назад вот оно управление вперед назад либо стоп здесь управление у нас рулевым устройством работает по принципу монфолло простого рулевого устройства и также ручка управления болтрастером то есть мы отдаем контроль сюда и начинаем отсюда управлять также репитер главного гирокомпаса тоже у нас указывает курс судна в котором мы движемся а и здесь показывает обороты главного двигателя и положение руля все думаю более чем достаточно мы рассказали Андрюшечка спасибо пожалуйста приходите еще увидимся придем увидимся в биджай такая у нас погода вот наша шлюпка на которой мы катались ну все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки если у кого возникли какие-то вопросы то спрашивайте чем сможем тем поможем все всем спасибо всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...